Мы будем продолжать с этим десертом. Я подумала, что, может быть, вам будет интересно смотреть на текст. И, может быть, я думала, что вам понравится посмотреть на тексты, над которыми мы работаем сейчас. Мы оба их нашли в последний месяц. И мы быстренько их отправили в центр Сантоша в Индии. И беженцы напечатали нам весь текст за одну ночь. Там 31 год работы. Я хочу поблагодарить Джона Брэдди и Николаша. Я хочу поблагодарить Джона. За сегодняшнюю лекцию. Я хочу поблагодарить всех преподобных за вчерашние обеты. За то, что приняли обеты вчера. Мы сейчас говорим про два различных части текста. Матрея говорил сначала про период, когда ты находишься в глубокой медитации. Потом период, когда выходишь из глубокой медитации. У тебя происходят определенные инсайты, связанные с кольцом жизни. Я подумал, что будет полезно вам дать некоторую информацию про кольцо жизни из той же самой книги. И также это нас снова отведет к танцу льва. Если у нас сегодня будет время, мы попробуем произвести танец льва. Если у нас не будет времени, то мы утром проведем танец льва. Итак, поехали. Итак, текст говорит, когда вы выходите из медитации, из глубокой медитации, из арии медитации. После того, как вы напрямую видели пустоту, вы в этот период вы познаете. Вы распознаете вещи, но вы их не понимаете. Если вы можете прочитать по-тибетски, там иногда есть ошибки в текстах. Люди, которые переписывают тысячи твецких книг в Тибете, они не всегда умеют читать. Они их переписывали в зеркальном изображении на деревянных пластиночках. И когда мы их обрабатываем, то мы очень часто исправляем ошибки. Человек, который только что увидел напрямую пустоту, он видит, как вещи происходят одно из другой, как вещи зависят друг от друга. Он видит зависимое происхождение вещей. Это древний термин, немного запутанный, похоже на какое-то адвокатское словечко. Так что мы будем их называть зависимостью. Итак, я был рабом своего учителя в течение 25 лет. Я построил его дом, очень большой дом. И я должен был соединить его со старым домом. Новый дом начало седать, а старый нет. И получилась щель между двумя потолками, и капала туда вода. И если бы вода капала иногда на эти святые книги, и мой лама просто сходил с ума от этого. И я провел много чудесных часов на крыше. Когда вы видите, что у вас потолок капает, вы никогда не знаете, откуда, где дырка. Может быть, у вас здесь капает, а щель вообще в совершенно другом месте. Вот это называется зависимость. Вы должны найти, где вода капает, и вы должны после этого найти реальный источник проблемы, который может находиться совершенно в другом месте, в другой части дома, на крыше где-то, в другом месте. Вот это зависимость. Когда вы думаете про зависимость в колесе жизни, вы стараетесь понять, откуда же происходит проблема. У меня проблема с деньгами. Откуда эта проблема происходит? Вот это вот, это колесо жизни, это зависимость в колесе жизни, зависимое положение. Когда бодхисаттва выходит из состояния восприятия пустоты напрямую, он начинает понимать вот этот процесс с 12 шагов. Можно назвать это цепной реакцией. И первая причина любых причин – это непонимание мира, непонимание ручки. Выглядит так, как будто бы ручка происходит сама из себя. Так кажется, что проблемы с деньгами происходят от самих себя. Но у вас совершенно неожиданная дырка на крыше, где-то вообще в другой части дома. Вы этого не понимали, когда вы зарабатывали деньги. Единственный способ получить деньги – это помочь другим людям получить деньги. Стэн Майк может получить деньги только помогая Стэн Майку заработать деньги. Это то же самое, как с пончиками. То же самое, что с пончиками. В следствии причины непонимания мира, мы совершаем карму в колесе жизни. Мы совершаем больше кармы, еще больше жизни, еще больше страданий. Майтрея это называет кольцо, которое вращается вперед. Первое звено запускает второе, третье звено запускает четвертое, четвертое, пятое и так далее. Цепная реакция. Каждое звено запускает последую. К счастью, Будда нарисовал это колесо в форме часов, которые мы используем в современном мире. Один, два, три, четыре и так далее. Это по часовой стрелке. Вращение по часовой стрелке. Мы видим в тексте Майтрея, что колесо вращается вперед. Спин, значит, спин или поворот колеса, значит, что один запускает второй, два запускает три, три запускает четыре и так далее. Это значит, это колесо страданий, вонючее колесо. И вот есть способ, чтобы остановить это колесо. Называется против часовой стрелки. Противоповорот. Это поворот колеса в сторону Будды. Если вы остановите рождение, если остановите рождение, то автоматически остановите смерть. Если вы остановите карму, которая только появляется, вы остановите все остальное. Если вы остановите вот эти два вида желания, то вы остановите вот эту раскрывшуюся карму. Вот это называется поворот колеса в обратную сторону. Можно колесо вернуть? Либо вы можете… Если я остановлю один, то остановится и два. Можно это назвать чистым поворотом. Если остановится первое, то и второе, и не возникнет третье и так далее. Есть также обратный поворот колеса. Есть также обратный вонючий поворот. Почему люди умирают? Потому что они родились. Почему люди родились? Потому что у них карма раскрылась. Почему карма раскрылась? Потому что у них возникло два вот этих вида желаний. Почему у них возникли два вида желаний? потому что у них есть чувства. Почему у них есть чувства? Потому что они контактируют с внешним миром. Почему они контактируют с внешним миром? Потому что у них есть глаза, уши, нос и так далее. Почему у них есть органы чувств? Потому что в утробе матери у них формируется тело. Почему формируется тело внутри утроби матери? Потому что разум входит в тело, как обезьяна забирается в дом. Что заставляет забираться обезьяну в дом? Карма, сырая посеянная карма. Почему человек посеял сырую карму? Потому что он не понимает мир. Все возвращается к этому непониманию мира. И потом спрашивает кто-то Кетрубджи. говорит, вот эти вот все повороты колеса, вонючее колесо, чистое колесо, обратный поворот, прямой поворот. Почему вы так их называете? Потому что если вы понимаете колесо напрямую и обратно, если вы это хорошо помните, то вы станете мастером четырех истин. И я потом расскажу вам об этом, о четырех истинах. Если вы понимаете поворот колеса, вонючее колесо, вонючий поворот, если вы понимаете вонючий поворот, поворот страданий. Какую из четырех истин вы понимаете? Если непонимание вызывает карму, и карма заставляет обезьяну забраться в дом, то мы понимаем источник, то есть вторую истину, откуда вещи происходят. Вот оттуда и стоят дырки в потолке. Вот там вот, здесь капает потолок, потому что крыша протекла в другой части дома. Понимание того, как каждое звено запускает последующее, это помогает понять, как функционирует реальность. В чем источник страданий для всего мира? Непонимание мира. Непонимание ручки. Все войны. Весь голод. Все болезни. Старение. Смерть. Все потому, что люди не понимают ручку, согласно этому закону. Если вы понимаете, это запускать колесо обратно? Где колесо? Если вы понимаете, что конец этого цикла... Куда движется этот цикл? Если вы движетесь по циклу, куда вы направляетесь? Только лишь к старению и к смерти. Если вы хотя бы где-то застряли в этом цикле... Если единственное преступление, которое вы совершили, это непонимать ручку... Куда приведет непонимание ручки? Только лишь непонимание ручки. К номеру 12. К смерти. И к перерождению. Старение и смерть. Где начинается старение и смерть? С момента зачатия. Старение это не проблема только лишь для 60-летних людей и старше. Это для абсолютно каждого человека, который был зачат. Окончательный финал цикла. Вот это. Вот это старение и смерть. Эти ребята несут труп на кладбище. Вот этот тип колеса. Если вы концентрируетесь на конце колеса. Какая это из этих... Это первая. Хорошо. Очень хорошо. Так, теперь вращение. Чистое вращение. Если окончание цикла всегда смерть. В каком моменте вы можете остановить колесо? Номер один. Номер один. Если вы понимаете, откуда берется ручка. Что ручка приходит из ваших семян. Который вы посеяли в своем сознании. Тем, что... Тем, что Стэн Майк дает Стэну Майку ручку, когда Стэн Майк нуждается в ручке. Стэн Майк берет свои две руки и помещает ручку в две руки Стэн Майка. И Стэн Майк в своих двух руках получает ручку. И Стэн Майк получает ручку в своих двух руках. Так, что если вы хотите... Если вы понимаете ручку очень хорошо, то вы останавливаете этим самым колесом. Вот это... Вот это изучение из... Это четвертая истина. Это путь. В чем путь? Изучать ручку. Что такое ручка? Почему? Почему Геши Майк обучает ручки и повторяет ее год за годом в каждом... каждый год, в каждом городе, в каждой стране. Он что, забыл, что он уже говорил нам про это? Что происходит, если вы получите очень хороший урок про ручку? Это гарантирует вам, если вы очень хорошо поняли ручку, чтобы не опуститься в какое-то из этих трех низших царств. Это духи, ад, царство животных. Если вам кто-то преподаст хороший урок про первое звено, про ручку, вы избегните вот эти три навсегда. Вы только что убили половину колеса. Вы только что убили половину колеса, только лишь повторив эту глупую ручку. Вы думаете, что это такая глупая идея? В каком месте вы закончите, если восстановите первое звено? Вы, в общем-то, все равно закончите в одиннадцать-двенадцать. Если вы очень хорошо изучили ручку и номер один останавливается, то вдруг вы не доберетесь до одиннадцати-двенадцать. Они просто остановятся. Какова из четырех истин это? У нас только одна осталась, это три. Истина о том, что страдания имеют финал. В программе Геши. Вся монастырская система, она вся построена на том, чтобы продуцировать Геши, чтобы обучать на титул Геши. В моем монастыре примерно три тысячи монахов. Кто-то готовит, кто-то фермерство ведет, кто-то убирается, кто-то счета ведут. Пятьсот примерно человек дебатируют. И вся вот эта вот система построена для того, чтобы производить людей, которые могут учить. Которые могут учить, например, колесу жизни. И помочь людям погасить колесо. Остановить колесо. Я думаю, что самый ценный момент в монастырской жизни, в одном из этих высших монастырей, это последние пять минут экзамена Геши после 25 лет изучения. Это очень интересно. Это очень вдохновляет, потому что вы видите монахов 30-45 лет после изучения всей их жизни. И после этого все три тысячи монахов выходят. А когда из двух университетов люди собираются, чтобы дать экзамен Геше. И потом они дают шапку Геше абсолютно всем монахам, включая семилетним детям. Например, как Николасу и Кири в шапке Геше. Потом большая церемония, потом мастер дебатов выходит в центр с кандидатами. И они задают последний вопрос. Это всегда один и тот же вопрос. Закончится ли когда-нибудь страдание в этой жизни, в этом мире? Окончательно. И монах должен сказать «да». И он спрашивает «почему». И ты должен ответить, что истина сильнее, чем ложь. Имеется в виду истина проручку. Раньше или позже она починит мир. Это настолько правильно, что все зло в мире, все войны, весь голод и все болезни, что они не могут противостоять одной ручке. И если настоящая война начинается, если люди с ручкой выходят против людей с оружием, то они обязательно должны победить, потому что истина всегда побеждает. И все потом идут «вау». И все снимают эти шапки. И бросают их наверх. И маленькие монахи, которые ждали весь день. Кто может подбросить шапку выше? 3000 летающих шапок ламы. И вам нужно кричать настолько громко, насколько можете. И потом все заканчивается, и один человек остается со своей шапкой, все остальные должны шапки вернуть. И примерно час занимает найти твою шапку. Так что конец этого колеса вот здесь, оно всегда одинаковое. Смерть проигрывает. Люди перестают умирать. И есть миры, в которых это уже давным-давно произошло. Кто-то спросил у Будды. Вот эта планета Земля, как можно ее сравнить с другими планетами? И он говорит, вы самый конец класса. Самые глупые. Мы позади всех. Вы хотите сделать эту секси-медитацию или мы будем дальше изучать звенья цепи? Мы в любом случае проведем медитацию. Так, давайте прямо к тексту перейдем. Итак, давайте поговорим про 12 звеньев. Кто за 12 звеньев? Сколько жизней занимает сделать один оборот колеса жизни? И здесь есть мысль, вот очень большая мысль. В общем, я про час не будем говорить, это очень сложная, очень длинная. Дебат про то, если вы умрете в... Про королевство желаний, королевство форм и так далее. Кедрук Джей говорит, что вам обязательно нужно объяснение 12 звеньев. И он немножечко будет давать философскую школу, которая говорит только о разуме. Есть что-то, что провоцирует наше непонимание четырех истин. Что-то, что заставляет не понимать карму. То, что мы изучали всю неделю. Это функция сознания, которая работает против понимания. И вот здесь это и есть объяснение первого звена. Да, первого звена. Здесь есть маленький дебат. Избавляетесь ли вы от этого, когда в первый раз видите пустоту напрямую? Или это все же занимает семь жизней? Есть ли это что-то, от чего можно избавиться в течение первых нескольких минут? Или это занимает семь жизней очень напряженной работы после того, как вы увидели пустоту напрямую? И говорит, что было бы неправильно сказать, что непонимание только лишь убирается в течение семи циклов жизни. Некоторые непонимания, что-то навсегда удаляется, как только вы видите пустоту напрямую. После того, как вы впервые увидели пустоту напрямую, после этого вам невозможно иметь интеллектуальное непонимание мира. То есть вы уже однозначно не попадете в низшее перерождение. Здесь еще долгий аргумент, я его пропущу. Результат этого аргумента, что от первых звеньев цепи, колеса страданий, вы удаляете их в первые 20 минут, когда вы... Но вот весь, все остальное вы удаляете в течение семи циклов жизни. Каково определение паттерна сеятеля? Это карма, проективная карма. Это карма, которая переходит на следующую жизнь. Благодаря предыдущему непониманию. Что есть обезьяна? Что есть третье звено? Что есть сознание, которое проникает в трубу вашей матери? Это ваши хранилища семян. Отдел в вашем сознании, где хранятся все ваши кармические семена. Некоторые люди говорят это хранилищем осознания. Так, вы йоги сзади. Мы говорили об этом на лекции по йоге в годы Лахары. Но это было целую неделю назад. Что происходит, когда вы наблюдаете за этой частью сознания? Что вы воспринимаете? Вот так. Вы видите себя и видите другого человека, который с вами спорит. например, дерево и ветви. Вы наблюдаете за собственным разумом. Там живут семена. Вы посеяли эти семена, когда вы разозлились на своего ребенка на прошлой неделе. Потом эти семена раскрылись в вашем сознании спустя неделю. Они разделились на две части. Одно превращается в тебя и превращается в твоего мужа или партнера, который на тебя кричит. На прошлой неделе вы кричали на своего ребенка. Кто слышал вас? Вы сами себя слышали. Ну, дети, конечно, тоже слышали, я надеюсь. Может быть, нет. Вы сами слышали себя. И каждое слово, которое вы сказали, создало отпечаток в вашем сознании. Вот этот отпечаток превратился в семя. Каково простое слово для этого семени? Простое. Карма. Это карма. Вот это значение кармы. На языке DCI, на котором мы разговаривали с правительством Дубая, мы не могли использовать слово карма. Ну, либо нам бы пришлось сразу... Или, может быть, нам бы и не удалось покинуть Дубай. Это превращается в семена. 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 Вот в этой презентации, которую делает лама, что происходит с обезьяной, которая забирается в дом? Что это за осознание, о котором мы говорим? Это... Это то, где живут семена. И вот когда семена раскрываются, через неделю после того, как вы накричали на своего ребенка, часть этого семени превращается в вашего мужа. часть превращается в вас. И поскольку арбуз не превращается в банан, то... И ваш муж будет на вас кричать. Интересная вещь про школу, философскую школу «Только разум». Человек, который живет в коробке и наблюдает за тем, как семена раскрываются и превращаются в семью. Их невежество в том, что они не понимают, что они находятся внутри собственной головы. И вследствие этого они могут разозлиться на мужа. И няни что-то отвечают в ответ у своего мужа. Это садится новое семя. И это семя хранится в коробочке вашей головы еще с неделю. И когда оно раскрывается в вашем сознании на следующей неделе, вы видите, как ваши дети ведут себя плохо. И вы кричите на них. И это садит новое семя в маленькой коробке. Спустя неделю ваш муж снова на вас кричит. Это практически колесо жизни. Вот почему Будда нарисовал это в виде колеса. Потому что мы постоянно, все время совершаем одну и ту же ошибку. Ваш муж глупый? Конечно, все мужья очень глупые. Но не говорите, пожалуйста, этого. Прекратите это колесо. И тогда детки ваши будут хорошо себя вести. Это очень интересно, как Кедрук Джей объясняет колесо. Он просто объясняет это с помощью обезьяны. Внутри одного звена про обезьяну. Это все обезьяна. Это только лишь картиночка номер три. Вот это вот колесо содержит в себе все учения буддизма. Это великолепное изобретение. Две с половиной тысячи лет назад. Мы достигли четвертого звена. Это два человека в лодке. Кто эти два человека? Это тело и разум. Это тело и разум внутри материнской утробы. Я вам сейчас весь список покажу. Я сейчас просмотрю пять миллионов страниц за три секундочки. И сейчас вам расскажу все. Найду вам список. Это не то, что я хочу. Вот это. Где же целый список? Ну, конечно, если вы хотите, мы можем все стадии пройдем в утробе матери. В течение первой недели. Это называется мем-мэ-по. Мем-мэ-по. И ребеночек пока еще выглядит как парочка капелек крема. На второй неделе ребеночек это нур-нур-по. Как ложка йогурта примерно. На следующей, на третьей неделе это тар-тар-по. Йогурт становится немножечко соленым. На четвертой неделе чанге йогурт, у него появляется кожа. И у вас появляются первые признаки ручек и ножек. В общем, есть слово для каждой недели в утробе. Поскольку бэби-вирус такой сильный в годы Лохари, вам нужно будет это выучить. Номер пять. Звено номер пять. После того, как разум и тело дальше развиваются внутри живота матери, внутри утробы, появляются окошки в домике. Это пустой домик с окошками. Формируются органы чувств у ребенка. И таким образом он уже может контактировать с внешним миром. Будда выбрал влюбленную пару для того, чтобы показать, как происходит контакт глаза с внешним миром. Моргана чувств и в Ваджираяне тоже такой смысл. Когда я был в трехлетнем ретрите, я встретил этого очень высокого ламу. Я сказал, я буду трехлетний ретрит начинать. У меня есть... Можете какой-то мне совет дать? И он мне дал огромное учение, как все органы чувств, как женские ангелы. Все эти запахи, вкусы, звуки, прикосновения. И все они ангелы, женщины. Каждый раз, когда вы видите цвет любой с голубой, это ангел женский. А вот наши органы чувств, наши глаза, они все ангелы-мужчины. Нос, уши. И когда вы видите, боже мой, цвет голубой, например, то у них любовная связь возникает. И они... И таким образом они никогда не кричат на своих детей. И они находят просветление просто тем, что смотрят на голубое. Никогда не забывай об этом. Это то, что может делать человек в течение трех лет в маленькой палатке. Ты можешь просто посмотреть на голубой цвет, и два ангела сольются в любовной связи. Так что ваш глаз контактирует с внешним миром. Во внешнем мире есть три вида вещей. Какие-то приятные, какие-то неприятные, какие-то нейтральные. Какие-то без разницы. Нейтральные. Когда ваш ангел мужского пола контактирует с ангелом женского пола, потому что есть три вида объектов в мире, всегда вы получаете какое-то из трех чувств. Вы чувствуете себя хорошо? Чувствуете себя плохо? Или вы чувствуете себя нейтрально? И это следующее звено. Это человек со стрелой в глазу. Это момент, когда ребенок начинает плакать в роддоме, в родильном зале. Потому что холодный воздух комнаты контактирует с его кожей. Холодный воздух – это женский ангел, женского пола ангел, а кожа – это ангел мужского рода. Это его первый контакт с внешним миром. Это очень болезненно. Это больно ребенку, когда он впервые прикасается к холодной воздуху к его коже. То же самое, как стрелу в глаз воткнуть. Потом время проходит, и вас начинает что-то привлекать. Вам 15-16 лет. И ваши гормоны просыпаются. Следующая картиночка. Следующее звено. Это гепасепа. Вы познаете желание. Вы начинаете познавать, какие есть вина, какие есть сладости. Что такое? Окей, в общем, все у вас появляются желания. И у вас появляется голод к жизни. Голод на всю жизнь. И вам кто-то может сказать, это приведет вас к плохому. Все вот эти вино и все эти вещи приведет вас в больницу к старению и к смерти. Все эти сладости. Но вам все равно. Потому что вы хотите еще. Вы познаете желание. Желание к этому миру. И потом девятый. Гупа лемба. Гупа лемба. Гупа лемба. Давай. Давай. И вот обезьяна забирается на дерево, чтобы достать эти все блинчики и вино, и дома, и женщины, и все подряд. Есть два типа желаний. Они меняют карму. Они меняют свежую карму на раскрывшуюся карму, на раскрывающую. Они позволяют созреть карму. Они... Это как заряжать бомбу. Как провода подключать к... Подключать провода к бомбе. И все, что вы насеяли, все, что вы насеяли прежде, то, что вы там на втором картинке насеяли, оно все активируется. Бомба готова к взрыву. И вот у нас есть... Бомба активирована. Он выглядит как тибетский Дональд Трамп. Особенно живот. И вообще-то это беременная женщина. Бомба готова. Следующая жизнь у вас появляется. И поскольку у нас осталось пять минут... Вам будет совсем не... Вы будете не против, если я вам дам объяснение... Школы только сознание. О беременной женщине. В вашей маленькой коробке в голове... Миллионы семян плавают там. И в последний момент вашей жизни... Вы делаете последний вдох. Выдох последний. Некоторые из этих семян... Они выбираются. Мой учитель был действительно удивительный. То, как он видел мир, это совершенно отличается от того, как я вижу мир. Он мог смотреть телевизор... Ему кто-то телевизор подарил. Иногда он смотрел вечерние новости. И если он видел что-то интересное, он стучал... Стучал по полу. Я жил на первом этаже. И я должен был прибежать бегом к нему наверх. Ты давай скорее поднимайся. Вот что значило, когда он стучал... Стучал по полу. И я бежал наверх. Открывал дверь. Смотрел телевизор. И там... И там невероятно красивая женщина в этой очень короткой юбке. Я смотрю на своего учителя. Он в монастырь попал, когда ему было 7 лет. Он вообще не знал, что это такое. Что такое мини-юбка. И он говорит, что смотри скорее. Я говорю, что... Я говорю, что... И... Я говорю, что... И... Я говорю, что... И... И... И она крутила это колесо, и там эти все шарики, и шарики выбирались. Выбирались. Лото. И она крутила попа, и вытаскивала... Камера показывала как раз ее попу, и... И она вытаскивала шарик. И вот был какой-нибудь человек в Нью-Джерси, который только что выиграл 5 миллионов долларов. И он... Мой учитель говорил, вот как. Я говорю, что? Вот это вот... Картинка номер 10. Вот она картинка номер 10. Ну, я вообще-то... Я думала, что он на... На девушку... На девушку смотрит. А он... А он смотрит на... Он говорит, ну, понимаешь, я ждала, чтобы тебе показать. Вот на номер 10. Сознание в последний момент жизни. Достает вот эти шарики с номерами. Вот в терминологии философской школы только сознание. Кармические семена, которые живут в маленькой коробочке вашей головы. Активируются. Активируются. Активируются разумом. Лотерея. Как лотерея. Прямо сейчас разыгрывается, в этот момент разыгрывается лотерея. И вот эта карма проходит. Вот, ну... Эта карма активируется. Эта карма активируется. Эта карма активируется. Подходишь к... К точке невозврата, когда бомба активирована. И в следующий момент... Сознание входит в следующее перерождение. В зависимости от того, какая карма была выбрана. От того, какой шарик был выбран. В Америке мы говорим, это как в рулетку играть. Как в рулетку играть. Завтра мы будем изучать. Каковы правила? Какая упаковка кармы будет выбрана в первую очередь? Что делает карму со срочной доставкой? Некоторая карма, как почта России. Очень долго. Очень медленно. Может быть, вообще не придет. Может месяц, а может быть, вообще никогда. Но некоторые кармы это фидекс, это очень пакет экспресс. Есть система, есть маркетинговая система рыночная. У кого приорити, у кого приоритет есть? Мы это завтра изучим. Когда это происходит на десятом звене, на десятой картиночке. И поэтому мы должны быть крайне-крайне осторожными, когда умирает человек. Комната должна быть очень тихая. Люди не должны хватать его тела и что-то куда-то тащить. Не делать никаких громких звуков, не производить. Не ссориться перед человеком, который умирает. Потому что там идет лотерея, разыгрывается в этот момент лотерея. Девушка в мини-юбке достает шарики. И условия должны быть идеальными. Человек теплый. Все должны думать о хорошем, о любви. Никто не кричит и не хватает за руки. Это очень важно, чтобы было все мягко и нежно и хорошо. Это десятое. Итак. Рождение. Рождение. В буддизме это вход в комнату. К сожалению, это только лишь зачатие. В буддизме перерождение это зачатие. И последнее звено. Старение и смерть. Называется соки-бор. Ваша жизненная энергия заканчивается. Капелька за капелькой. Вот это называется жизнь. Жизнь – это процесс умирания. Последняя вещь. Ультимакоса. Ультимакоса. Здесь тот же самый смысл. Я уже про него говорил. Почему? Почему старение и смерть в одной картинке? Почему нет двух разных картинок для старения и отдельно для смерти? Потому что состариться – это не всем везет. Некоторые люди погибают через несколько минут после зачатия. У них нет времени состариться. Так что старение – это опционально, это необязательно. Спасибо. Мы закончим завтра. Продолжим завтра. Хочу вам очень хорошую медитацию преподать завтра утром. Продолжение следует...